Без раскачки освоить новые направления вашей государственной деятельности на благо Армении, на благо нашей дружбы, нашего союзничества. И сегодня хорошая возможность обменяться мнениями о том, как у нас обстоят дела в двусторонней сфере. Она очень насыщенная, это экономика, инвестиции, сфера безопасности, мы союзники по ОДКБ. Это, конечно же, и гуманитарные, образовательные, научные связи. Ну и, безусловно, контакты между парламентами, между общественными объединениями. Мы в этом заинтересованы, хотим, чтобы эти отношения продолжали обогащаться в интересах наших граждан, в интересах нашего взаимодействия. И международная тема, конечно, займет сегодня у нас тоже значительное место в наших дискуссиях. Мы тесно сотрудничаем и в ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы. Имеем разветвленный механизм консультаций по различным аспектам мировой политики. Ну и отдельная тема, это ситуация в Нагорно-Карабахском урегулировании. Здесь есть целый ряд вопросов, которые напрямую обсуждаются президентами, премьер-министром Армении. Есть вопросы, которые на повседневной основе решают наши военные, пограничники вместе с армянскими и азербайджанскими коллегами. В России функционирует механизм трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров по вопросам разблокирования экономических и транспортных коммуникаций. Так что у нас насыщенная повестка дня. И очень хорошо, что мы можем буквально через несколько дней после вашего назначения посмотреть на всю картину нашего взаимодействия. И еще раз признателен за то, что свой первый визит по нашему приглашению вы наносите в Российскую Федерацию в качестве министра иностранных дел. Это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений. Добро пожаловать еще раз. Уважаемый Сергей Викторович, благодарю за приглашение посетить Российскую Федерацию. Это мой первый, как вы заметили, зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Армении. И это неудивительно. Россия военно-политический союзник Армении и основной экономический партнер. В этой связи я хотел бы подтвердить готовность армянской стороны и далее выстраивать взаимоотношения с Россией на основе договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года, декларации о союзническом взаимодействии, ориентированном в 21 век, а также принятых в их развитии соглашений, отражающих настрой двух государств и далее продвигать двусторонние союзнические отношения в русле многовековых уз и дружбы, дружбы и братства. Эта готовность целиком отражена в принятной на днях парламентом Армении программе деятельности правительства, сформированного по итогам составившихся 20 июня выборов в национальное собрание. Определяющее значение для наращивания двустороннего сотрудничества имеют регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, позволяющие согласовывать стратегические приоритеты отношений, конструктивно решать актуальные вопросы, тесно координировать позиции по ключевым проблемам международной и региональной повестки дня. Это особенно важно в свете быстро меняющихся тенденций и ситуаций, сложившихся в нашем регионе после развязанной Азербайджаном 44-х дневной войны против Нагорного Карабаха. Сергей Викторович, мир и стабильность в нашем регионе – это наша стратегия, и мы готовы к активному диалогу в этом направлении. Однако в регионе сохраняется достаточно напряженная ситуация, и это в значимой части предопределяется деструктивной политикой Азербайджана. Хочу констатировать, что Баку не выполняет взятые им же обязательства по трехстороннему заявлению лидера в армии России и Азербайджану 9 ноября 2020 года, которое было достигнуто благодаря и личным усилиям Владимира Владимировича Путина. Более того, в нарушении международного права Азербайджан предпринимает открытые провокационные шаги, которые являются прямым посягательством в отношении суверенной территории Армении, с чем мы столкнулись с 12 мая всего года. Все эти действия сопровождаются продолжающимися арминофобическими и агрессивными заявлениями и ториками властей Азербайджана. Постоянно генерируя новую ложную повестку дня, официальный Баку не только отказывается выполнить взятые им же обязательства, в первую очередь это вопрос возврата всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц, но и пытается создать иллюзию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...